Три кота или три собаки держать в квартире или в доме без разрешения соседей теперь нельзя. По их первой же жалобе, любимых питомцев могут выселить из жилья. Новые правила содержания домашних животных утвердили депутаты. Народные избранники уверены, так они наведут санитарный порядок в городе. Теперь за чрезмерную любовь к кошкам, собакам, баранам и прочим животным могут даже оштрафовать. То же касается и жителей частного сектора. Если ваши соседи против, то содержать на своем частном подворье крупный рогатый скот вы не имеете права. Применять меры в отношении нарушителей будут территориально-ветеринарные инспекции, городские СС, районные Акиматы и участковые инспекторы. Размеры штрафов для частных лиц 5 мрп. В отношении юридических лиц от 20 до 40 мрп. В доме Елены Кузьменко уживаются 9 собак и 3 кошки. Елена профессиональный заводчик редких пород. Уже 20 лет ей удается не предавать любимых животных и спокойно уживаться с соседями. Однако правила, которые скоро вступят в законную силу, называют абсурдом. Документ не заставит заводчиков животных быть ответственными. Зато есть риск, что бродячих собак и кошек станет больше. Я понимаю, когда собаки вот такое количество животных в квартирах. А если в частном доме, они кому мешают, допустим, мои животные, которые живут у меня на территории. Думаю, кому-то надо придумывать правила, вот они их и придумывают. Попытка жить по правилам в Шымкенте предпринималась еще два года назад. Предыдущий перечень правил депутаты утвердили в 2009 году. Но в департаменте юстиции из-за целого ряда недоработок он так и не прошел. Эти правила не принимались в течение долгого времени. И то, что их утвердили депутаты, нас порадовало. Во-первых, в правилах отражены условия по чистоте. А работа по этим правилам – лучшая профилактика бешенства из-за разных заболеваний. Три раздела, 13 глав, шымкентские правила создали не на пустом месте. За основу были взяты правила, действующие на территории городов Алматы и Астана. Правда, разработчики учли и наши местные особенности. Документ вступит в законную силу тогда, когда пройдет регистрацию в органах юстиции. Чиновники надеются, что уже в новом году мы заживем по новым правилам. Продолжение следует...